Здравствуйте! В эфире «Вечер на седьмом». Сегодня мы с вами обсудим очень интересную тему. 21 сентября должна состояться сессия Одесского городского совета. Уже сейчас на сайте обращений граждан зачастую все обращения заканчиваются тем, что они должны быть рассмотрены до 21 сентября. Что же такого важного припасено, вы узнаете чуть позже. Сперва я попросил бы нашего режиссера показать краткий ролик. Одесса рушится. Инфраструктура трещит по швам. Проблемы начинаются с гнилых подземных коммуникаций и заканчиваются протекающими крышами ветхих домов. На этом фоне городская власть выставляет в роли великой благодетели любые ремонтные работы. Пусть и некачественные, пусть и под переделку через год-другой. Если горожане начинают возмущаться колоссальным суммам, смываемым ежегодно в бюджетный унитаз, мэрия становится в обиженную позу и переводит все претензии на предшественников. Мол, это они довели город, а мы пытаемся его спасти. При этом декларации новых чиновников, а декларации старых мало чем отличаются. Все те же богатые жены и тещи, все те же нищие управленцы и ждивенцы. О люксовых иномарах в городе все больше. Да и жилье элитное как-то не провисает. Сейчас мэрия разрабатывает две масштабные городские программы. Первое – обновление электротранспорта и всего, что с ним связано. Второе – модернизация уличного освещения. Общая смета на пару лет около 4 миллиардов гривен. Казалось бы, хорошее дело. Но как вы сами считаете, сколько денег из этой суммы действительно пойдет на благо горожан? А сколько на оплату чьего-то зарубежного образования? В последнее время очень много говорится о некой прозрачности. В частности, мэр под выбор обещал полную отчетность движения городских денег. В итоге тендеры продолжают получать нужные компании. Одни и те же фирмы берутся за все подряд. Они готовы строить дороги, больницы, дамбы, трансформаторные подстанции, высоковольтные линии и бог весь что еще. Городская власть традиционно доверяет, порой даже не торгуясь. Но если все так, если реально виноваты попередники, почему никто из них не сидит? Более того, почему половина из них продолжает восседать все в той же мэрии? Где сотни заявлений в прокуратуру? Куда смотрит юридический департамент горсовета и новые муниципальные держиморды? Пока одесситы не увидят реальные сроки для казнокрадов и возмещения ущерба за счет продажи с молотка их имущества, как можно верить новым обещаниям? Ведь пиариться на элементарных работах, будто в космос слетали, это уже моветон. Возьмем ту же реконструкцию теплосети на Сигетской. 20 миллионов гривен, 12 тысяч потенциально замерзающих горожан и 35 аварийных ремонтов за 8 лет. Все это на одной короткой улице. Мэрия с гордостью заявила, впервые с 2008 года работой на Сигетской оплачивает бюджет, а не кредиты. Говорится это так гордо, будто этот самый бюджет только горсовету и принадлежит. Но разве это не наши с вами деньги? Выходит, нас всех 8 лет загоняла в долги кучка политических гастарбайтеров, а теперь пришли новые и с царского плеча разрешили оплатить банкет. А как же все предыдущие кредиты? Кто ответит за минусы на балансе почти каждого коммунального предприятия? И опять-таки о Сигетской. Никаких конкретных гарантий качества никто давать не спешит. Говорят, производитель труб обещает 30 лет службы. Но тут же что-то мямлят, произношены сети, грунтовые воды и катакомбы. В общем, если в следующем году труба прорвет в метре от новой, опять перероют, перекроют и пожмут плечами. Миллионы в землю, да на ветер и даже за решетку отправить некого. Но, пожалуй, самое настораживающее в новых раскладах – это единогласие нынешнего горсовета. Депутаты просто играют на публику. Они шумно воюют за название улиц, но тихонько сообща списывают гектары одесской земли. Прямо какой-то театр теней. Деньги любят тишину. И сегодня первый гость в нашей студии – это Александр Орлов. Он является депутатом Одесского городского совета от партии «Оппозиционный блок». В свое время он занимал множество постов, в том числе и пост заместителя городского главы. Здравствуйте, Александр. Вот последнее время работа Одесского городского совета напоминает какой-то съезд КПСС. Все единогласно голосуют, хотя при этом в социальных сетях и, в принципе, в информационном пространстве буквально-таки поливают друг друга помоями. Вот объясните, как так получается одновременно сохранить ненависть в информационном пространстве и такое единогласие в Одесском городском совете? Привел пример наших старших товарищей с Верховной Рады. Мы уже привыкли, что решение в сессионном зале происходит на кулаках, драках, блокировании трибун и так далее. Одесский городсовет отличается от этого, как вы сказали, спокойствия. Я считаю, что если мы там начнем устраивать драки по ножовщину и выяснение отношений, ну, как и в других городских советах в Украине, то это не совсем правильно. То есть я это отношу в плюс. Другой вопрос, что некоторые вопросы проходят практически действительно без обсуждения. То есть депутаты задают вопросы, но я скажу, что есть согласительные советы, есть работа в комиссиях. И вот, допустим, печально известный зонинг на прошлой сессии удалось общими усилиями депутатов снять, не допустив доголосования в зале. Он вынесен на новую сессию. Да, он вынесен на новую сессию. Я не уверен, что он будет принят, потому что очень много вопросов возникает к нему. Но, тем не менее, такая работа есть. То есть я ее приветствую в каком-то плане. Но иногда мы вынуждены констатировать, что я как-то пошутил, что сейчас с чиновником хорошо работать. Вот из-за того, что некоторые наши коллеги, они, может, поверхностно, может, в силу отсутствия опыта и в силу там псевдосплощенности голосуют за, иногда вот эти все вопросы проходят с недоработками. То есть не хватает определенных документов, нет согласований внутри самих департаментов и так далее. То есть, простите, я вас перебью, можно сказать, что департаменты, они не сотрудничают, не помогают друг другу, они как бюрократическая машина просто? Нет, я могу привести пример. Вот такие вот в области архитектуры есть понятие детальный план территории. В нем должны каждый департамент городского хозяйства, который осуществляет свою деятельность, дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, должны дать свои заключения. Там, достаточно ли мест в детском садике, в школе, в строящемся. Так вот, зачастую мы скрываем то, что таких согласований нет. И по требованию, в том числе наших коллег, только сейчас, даже в рамках городсовета, начали проводиться вот такие совместные заседания различных управлений департаментов, для того, чтобы согласовать разработку и утверждение вот этих детальных планов территории. Но вот это согласование, его отсутствие, это просто халатность можно расценить, либо это уже преступление уголовное, скажите. Я не хочу давать характеристики, прежде всего, халатность. Да, и знаете, как-то просто там, на мой взгляд, управление архитектурой как-то узурпировало рассмотрение этих вещей, хотя это ничего нового, это было когда-то, был специальный такой, значит, вот у меня лежал лист, тогда были такие градостроительные обоснования, где каждый департамент, они давали письмо, и у меня было заключение, стоит ли утверждать его или не стоит. Это до меня так делали, мои предшественники. Кстати, по поводу предшественников, по традиции уже, наверное, нынешняя городская власть, так же, как и прошлые городские власти, во всем обвиняют по передникам. По передникам, да. И даже в вопросе амброзии, казалось бы, это просто сорняк, да, он ядовит, но в то же время, вот на последнем аппаратном совещании я на нем присутствовал, прозвучал такой интересный тезис о том, что 3-4 года назад за амброзию никто не думал, поэтому она сейчас вот выросла, 4-х метровые корни, и уже начинают обдумывать, что это нужно вложить в бюджет, разработать стратегию, хотя по сути это просто сорняк. Можете что-то сказать там в свою защиту? В ваше время была проблема с амброзией, либо она появилась сейчас? Да нет, она, наверное, была всегда, и я скажу, что... Вот давайте я приведу такой пример, знаете, вот легче разговаривать. Вот обрезка, подрезка деревьев, да? Казалось бы, такой факт, который необходимо использовать, и дерево не должно быть выше 4-х метров. И есть как противники, так и сторонники подрезки, то есть лагерь делится 50 на 50. И вот, если вы помните, был такой период, когда в Одессе были и бури, и когда сносило очень много деревьев, и вот из-за того, что их вовремя не обрезали, значит, было повалено много деревьев, завалены городские улицы и так далее. Ну, городские чиновники приняли решение максимально подрезать для того, чтобы выполнить. Ну, перестарались на французском бульваре, срезали так, что вынуждены были сейчас и активисты, и другие их высаживать. Я никогда, вот, я бы не... Проблема была, она решалась и нашими предшественниками, и так далее. Я думаю, будет решаться в рамках городского хозяйства. И не надо, конечно, кивать на других. Сколько же лет нужно побыть у власти, чтобы у тебя автоматически отвалилась такая возможность ругать и все списывать на попередниковых. Да, я думаю, что это зависит от культуры определенного чиновника. Некоторые у нас будут и 10 лет при власти, и там 25 лет у нас некоторые, не буду говорить, большие политики, которые 25 лет у власти в Украине, и они все списывают на попередниковых. Поэтому это зависит конкретно от человека и его, так сказать, мировоззрения. И, может быть, об отсутствии самокритичности. Вот одними из главных, как мне кажется, вопросов, которые будут рассмотрены на этой сессии, это две программы. Финансирование одной из этих программ уже фактически утверждено. Это развитие электротранспорта с так называемым маршрутом Север-Юг, хотя изначально это маршрут был постройка целой автомагистрали, а теперь это просто мы соединим несколько трамвайных маршрутов, увеличим скорость на 10 км в час примерно, заменим рельсы, и все, это уже маршрут Север-Юг. И вторая программа, которая будет стоить порядка 2 миллиардов гривен, это уличное освещение и безопасный город. Ну, в первую очередь, уличное освещение. Мы сегодня связывались с Виктором Сусловым, это человек, который в экономике уже, как говорится, собаку съел, он даже в свое время был еще и министром экономики Украины, и записали с ним телефонный разговор, где задали ему несколько вопросов касательно кредитов, потому что очень сложно простому обывателю разделить таких два понятия, как инвестиция и кредиты. И вот чем чреваты кредиты, что может произойти, и вообще на каком основании, как это отдавать, я попрошу режиссера включить этот разговор. Город должен будет вернуть, конечно, деньги из бюджета города, понятно. И здесь еще важный аспект, я этого не знаю, возможно, и вы не знаете, все это согласовано с Министерством финансов или нет, и будет ли это браться под гарантией Министерства финансов или нет. Опыт показывает, что города даже с большим притоком финансовых средств, как Киев, они и то очень часто не в состоянии рассчитаться потом. Вот Киев в такой преддефолтной на сегодня ситуации, потому что он не может рассчитаться по своим описательствам. И здесь, очевидно, центральному бюджету придется помогать. Поэтому я и не уверен, что серьезные какие-то кредиторы в Одессе готовы давать деньги без гарантии украинского правительства. Либо каких-то других гарантий, там, банков и так далее. Но в любом случае общественность-то должна знать, как потом будете рассчитываться, кто будет платить, кто гарантирует. Очень важный показатель, стоит брать кредиты или нет, это под какую процентную ставку эти кредиты в Одессе будут даны. Были разные случаи неудачных действий тех или иных руководителей регионов по внешним заимствованиям. Были такие житомирские, бекселя, например, когда губернатор выпустил ценные бумаги для иностранцев, заложив, так сказать, всю область под них и так далее. Есть часть кредитов Мирового банка, которые выделяются Украине по соглашениям с украинским правительством. И эти кредиты на сумму более 2 миллиардов долларов не выбраны. Эти кредиты не использованы, потому что местные власти не обращаются за получением этих кредитов к Центральному правительству, не готовят соответствующие проекты. Сношебательное мнение такое. Неужели действительно где-то лежит 2 миллиарда долларов и никто не просит? Вы как депутат городского совета, вам что-то известно об этих предполагаемых кредитах, которые пойдут на трамваи, на обновление трамвайного парка? Откуда они будут? Под гарантией государства, либо напрямую с Мировым банком? Я вам скажу, откуда 2 миллиарда я еще занимался, когда этой темой. У нас есть в Одессе опыт уже, когда так называемый Южный коллектор, который соединяет Аркадийскую балку поселок Таирово, он построен за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития. И это, я считаю, удачным опытом. То есть у нас есть такие примеры, которые... Достаточно большой инфраструктурный проект, он тяжело проходил, потому что он был таким пилотным у нас в Одессе. Но, к сожалению, да, есть финансовые организации, которые дают кредиты на Западе под низкий процент, от 1,5 до 3 процентов. И Одесса, кстати, в этом плане плетется в хвосте. Почему же? Ну, наверное, из-за боязни. У нас в свое время была боязнь брать вообще какие-либо кредиты. И, опять же, кредит кредиту рознь. Я совершенно согласен с министром экономики, который говорит, что можно набрать кредитов, а источник их возвращения будет сомнительный. Это да, надо смотреть. Но у нас, наоборот, у нас другая ситуация в Одессе. Мы очень плохо используем деньги, которые предоставляют различные международные институты. Почему? Потому что, я так думаю, что у ряда чиновников сохранился менталитет еще, который при строительстве какого-то объекта, он такой давлеет еще как бы Советского Союза, когда вот наметили власти построить какой-то объект. Сделали проект, выделили деньги, построили. Сейчас, если мы не видим, у нас очень мало денег выделяется на проектирование. А кредиты выделяются, вот Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, сначала просит, предоставьте проектную документацию, под что мы дадим. Мы должны видеть, на что эти деньги пойдут. И с этим у нас очень туго. Я помню, год до 3 тому назад Украине готовы были предоставить порядка 4-3 миллиардов кредитов, а использовали всего 500 миллионов из-за отсутствия определенной документации на местах. То есть города, поселки не готовы к той деятельности с международными организациями. Это ведь и большие требования по проведению тендера и по разработке документации и так далее. Касательно тендеров, там очень много скандала. Я бы хотел сейчас пригласить второго гостя в нашу студию. Это Александр Ребец, председатель правления общественной организации «Союз юристов Одесской области». Александр, пожалуйста, входите. Как всегда, рада вас видеть. Присаживайтесь. Вот вы, кстати, по поводу коллектора упомянули. На аппаратном совещании говорят, что с коллектором опять проблема. Что же это за удачный проект, если еще 3 миллиарда надо и 23,5 миллиона уже пойдет только на проектную документацию, чтобы попросить кредит, получается? Ну, я не могу сейчас вот говорить о состоянии того, что есть на сегодняшний день. Я говорю о том, что выделялось тогда и какую цель преследовали. Я сейчас не буду... То есть вы, как депутат Гурсовета, пока не видели никаких бумаг, не знаете, о каких цифрах идет? Да, я не видел бумаг и не видел, значит, в чем заключается просьба. Ну, по моим сведениям и то, что я видел, он должен быть запущен, работать и никаких проблем не возникать. Интересно. Теперь, по сути, о кредитах. Вот если мы говорим о кредитах, которые мы хотим взять на сессии, значит, освещение, это хорошая тема. Взять под освещение. Но, опять же, просто осветить, надо что-то осветить. И без комплексного подхода к этому о реконструкции нашего исторического центра. То есть не будешь же подсвечивать старые грязные там фасады. Здесь речь идет, в первую очередь, это не просто иллюминация, это о безопасности. То есть речь идет о том, чтобы подсветить те улицы, по которым ездят машины, перебегают дети и гибнут. Это реалии, мы в них живем. Ну, опять же... Вот, простите, Александр разошел, хотел у него спросить, собственно говоря, одна из причин, почему мы вас позвали именно на этот эфир. У вас был прецедент в Коминтернской, если я не ошибаюсь, районе, с местными представителями местной власти, когда вы их подловили на закупке слишком дорогих ламп освещения. Расскажите немного нам об этом случае вообще, каких масштабах коррупции, какой масштаб коррупции вы там осмотрели? Да, это в Фонтанке было фактически в селе. Там достаточно хороший бюджет, как для села, по-моему, 25 миллионов в год. И они там выделили порядка 200 тысяч на замену там буквально 300 лампочек на все село. Это по информации. Когда начали задавать вопрос, а зачем вам такие дорогие лампочки, потому что там в разы больше, они как бы четко сказали, а больше нам дешевле никто не предлагает, поэтому вот мы продали конкретно этому предпринимателю. И, ну, у нас такая ситуация, что согласно закону, как бы там, где не нужно проводить тендер, можно просто заключать договора, прямые договора, и заключать непосредственно с своими компаниями, так называемыми. Нету фактически соревнования. Мало того, у нас закон четко предусматривает, что нельзя делить на части для того, чтобы уйти от тендера. Вот в тот же день в Фонтанке было выделено 10 миллионов гривен, выделено одной компанией на ремонт дорог. Просто разделили там часть улицы такой-то до полтора миллиона, часть улицы такой-то до полтора миллиона. И фактически даже без тендера, хотя был человек, который там заявлял, что я вам это сделаю на полтора миллиона дешевле, ну, просто как бы даже не рассматривали это коммерческое предложение. То есть это в масштабе 25 миллионов гривен такая коррупция возможна. А что же в масштабе тогда будет 2 миллиардов гривен? Вот по факту, вот вы человек, который часто бывает в судах, в принципе, вы знакомы как бы с ситуацией, которая сейчас происходит в нашем городе. Расскажите, как часто вот на тех же попередников подает юридический департамент горсовета в суд? Есть ли какие-то дела, что-то сейчас находится? Какая динамика вообще развития, реформирования? Возможно ли посадить коррупционного чиновника, который обокрал людей? Да, на самом деле, знаете, у нас проблема достаточно такая серьезная, потому что когда есть бюджет, у нас в основном депутаты его стараются освоить, а не распределить правильно. И подтягиваются свои уже какие-то компании, свои там друзья, еще кто-то, которые его фактически осваивают. Не секрет, что существует система откатов, существуют там различные коррупционные составляющие. А теперь проблема в том, что если раньше там прокуратура, там больше подавала, признавала, как бы эти тендера недействительными, еще каким-то образом работала. То сейчас, к сожалению, в результате там реформ, пока правоохранительная система и прокуратура там перестраиваются, судьи тоже не знают, как будет проходить эта судебная реформа. И особо мало кто за этим следит. Даже если открываются, вносятся в ЕРДР какие-то дела, они чаще лежат темным грузом, как бы. И мы же видим, все-таки преступность на сегодняшний день даже и так растет. Поэтому тут очень важно, это общественный контроль. И обязательно, чтобы общественники были профессионалы. Не просто кричать, вот он своровал. Это неправильно. Нужно сформировать прецедент по отмене решений сессий. Извиняюсь, у нас почему-то где появляются профессионалы, в том числе и общественники профессионалы, волонтеры профессионалы, там начинается по новой коррупции. Достигая уровня какого-то профессионализма, начинаются вот там заказные акции и так далее. А это вы неправильно услышали слово, или неправильно понимаете слово профессионал. То есть непрофессиональный общественник, который будет действительно включиться в систему коррупции и будет там вместе с ней, ею заниматься, а должны быть, ну, тут совсем другой уровень, это должно быть общественное сознание, вот возьмите там общественников той же Польши, как бы той же Европы, там нет даже понимания, там власть и общественность, они сотрудничают, они помогают друг другу, общественники, наоборот, заводят достаточно большие бюджеты, международные бюджеты, там, поддерживают органы местного самоуправления, есть определенное понимание, когда там есть какие-то коррупционные составляющие, все это поднимают, там совсем другое понимание. У нас тоже это будет, я уверен, что там через какое-то уже время, но когда общественники профессионально создадут, не будут на этом зарабатывать, а профессионально создадут прецедент, когда действительно вот эти закупивли будут ломаться фактически через суды, когда будут выделяться деньги на свои компании, а потом суд будет это отменять, и эти компании должны будут возвращать эти деньги, вот тогда это станет переломным моментом, когда будет четкая судебная практика, и когда каждый поймет, что недостаточно порешать с прокуратурой, там, и с горсоветом, с решающими, да, потому что любой общественник может подать в суд, и в принципе это же наши деньги, наш бюджет и наши права тоже нарушены. И как только суды, а уже пошла практика, что суды принимают такие иски, как только суды начнут принимать такие иски, тогда порешать со всеми общественниками не получится, тогда просто придется работать по закону. Ну или хотя бы когда кто-то сядет лет на 10. Вот вернемся тогда, Александр, к вам. Вот сейчас в горсовете какие вообще настроения? Что-то изменилось? Александр заговорил насчет коррупции. Как вот по вашим данным сейчас в горсовете легче с этим делом, стало сложнее? Ведь все-таки мы видим дорогие иномарки новых моделей с автосалоном. Мы видим, что жизнь не стоит на месте, богатые люди все равно как чувствовали себя замечательно, так и чувствуются, только бедные люди становятся еще беднее. Ну, понимаете, трудно, я слушал Александра, я там согласен со всем, но то, что говорит, когда там, понимаете, вот такая радужная картина, когда у нас заработают суды, прокуратура. Я скажу, когда был общий надзор у прокуратуры, значит, это было очень сложно вот работать, потому что прокуратура вмешивалась там в любой вид деятельности и будем говорить не совсем там, тоже, так сказать, целью наведения порядка. Кстати, при Советском Союзе прокуратура не осуществляла общий надзор за Советами. Это просто расстреливали за коррупцию, это была другая ситуация. Нет, ну, даже какая разница, был эффективный контроль в другом. Ну, я думаю, разница есть, либо посидеть полгода в СИЗО с вентилятором, мультиванкой и клазмой, либо быть возле стенки. Понимаете, все, опять же, мы начали о том, как с освещения, все же работает в комплексе. Не может, допустим, чиновник, который получает полторы тысячи гривен, а принимает решение на миллионы или на еще какие-то, существовать на такую зарплату. Мы часто вот об этом говорим, а я вот, будучи главой районной администрации, у меня на руки специалисты управления экономики и финансового управления, ну, основные которые, получали главные специалисты по 800-900 гривен. А как они жили? Ну, жили, в основном женщины работали, которые были замужем, и которым, как бы, проработать, которые проработали уже в этих органах еще, начиная с Советского Союза. Пенсия тогда была 90% от... Поэтому, ну, так и жили. Ну, в селе это легче было прожить. Поэтому тут надо решать, готовить и новые кадры, и готовить, опять же, оплату труда, которая и действительно ужесточать наказание. И чиновник, который был увлечен в этом деле, он не должен потом занимать какие-то вообще связанные ни с государственными, ни с местными, и даже в какой-то фирме тоже не может быть устроен, знаете, как вот такой билет. Поэтому это, опять же, комплексное решение вопроса. Насчет подачи в суд. У нас когда-то был такой... Мы проводили тендер на береге укрепления Черноморки. Ну, это специализированные такие работы, которые не каждый делает, и так далее. Так вот, в тендере участвовало общество инвалидов, которое зарегистрировано было в Киеве. И потом подали в суд на то, что, ну, они там посчитали, что мы там нарушили какое-то вот положение. Мы долго судились, выиграли, но, к сожалению, работы были вынуждены перенести быть на следующий год, что не явилось хорошо для жителей поселка вот этого Черноморка. То, что Гмит Александров все это есть, и покупают светофоры за 950 тысяч гривен... Это у нас в Одессе? Нет, ну, есть пример, не буду уточнять, значит. То есть есть различные подходы к этому, то есть есть вопросы ко всем людям, участвующим в этом процессе. А с кого же нужно начать задавать эти вопросы? Да со всеми надо. Надо, во-первых, я согласен, опять же, если мы будем обсуждать вот сейчас вот как по зонингу, вот почему-то мэрия пытается уйти от общественных слушаний. Если получили какие-то замечания, проведите еще раз, обсудите, разъясните так, чтобы уже вообще вопросов не было. Он опять вынесен на сессию Горсовета, опять как-то пытаются его... А при вас это практика общественных судов, бытность вашу вице-марк? Нет, ну, были, у нас общественные слушания были. И часто переносили, переделали. Нет, ну, тоже мы страдали от этого, злились на общественников, считали, что они влазят не в свое дело и так далее. Это все вполне естественно, но все равно разговаривали с людьми. А вот эти все обвинения про попередника, вы можете как-то опровергнуть, вот что вы по этому поводу скажете? По сути вы являетесь и попередником, и настоящим в будущем. Нет, ну, подождите, понимаете, там про Амброзию это смешно. Согласен. Это вообще смешно. Но я могу сказать, что вот мою бытность, допустим, вот даже такие вещи, как сейчас вот Киевский район, усиленно застраивается на частных участках, появляются пятиэтажные дома. Пятиэтажные дома, которые многоквартирные. Мою бытность этого не было. Александр, если вы хотите, что вы хотите. Хотя у меня можно найти там, знаете, тоже какие-то вещи, но... Ну, мы ищем, мы ищем. Да, естественно. Вот тут, знаете, недостаток действительно монополии на власть у государства, потому что вот то, что вырастают пятиэтажные дома, люди получают как бы квадратик земли и делают там все, что угодно. И они не обращают внимания ни на декларации, ни на что, потому что уголовное дело это только самострой с захватом земли. В данном случае они не нарушают особо как бы... Если есть хоть какие-то наметки на документы на землю, то это уже не уголовное дело. Если есть, а у них есть, есть документы на землю, они покупают госакт и строят совсем что-то другое. Не согласен. Вот я тут не согласен сто процентов. Значит, почему? Я могу объяснить. Человек купил госакт под индивидуальный жилой дом. Он пришел в архитектуру и предоставил проект. Из проекта видно, что, допустим, в индивидуальном жилом доме не может быть 16 балконов. Не может быть по закону, не может быть по закону, либо по логике. Ну, по логике. Но мы же бюрократический формат работающий. Нет, ну, понимаете, вот тут тоже, когда мы хотим описать какой-то случай, описать какой-то случай, или тут явно выраженный, явно выраженный вот такой вот формат, при котором явно видно, что это совершенно другой дом, предназначенный для других целей. И почему я об этом говорю? Может, тянет за собой кучу проблем. Канализация, водоснабжение, стоянка машин, вывоз мусора и так далее. Понимаете? И все эти моменты можно бороться даже без уголовного дела. В архитектуре не выдайте градусловия. А что вы сделаете, если он построит вот эту гостиницу? Вот просто, без проекта, без ничего, будет просто готовая гостиница. Понимаете, в чем дело? Когда к нему придут люди покупать там квартиры, они должны получить какой-то документ. И вот этот документ, даже адрес и раздел вот этих квартир, на этих этапах можно все остановить. Он купит декларацию, уже когда все будет готово? И введет ее в эксплуатацию? Это, к сожалению, практика у нас такая. Нет, я с вами согласен. Я даже поддерживаю об ужесточении этих вещей. Но еще раз говорю, что все равно доля влияния чиновника на вот эти процессы достаточно высок. Не надо... Я тоже слышу утверждение, мы ничего сделать не можем. Да можем. Я сам сносил такие строения и так далее. Дело даже не в этом. Значит, ужесточая наказание за вот такие вещи, мы не всегда там можем добиваться каких-то... Сделайте прозрачные... Ну, как прозрачные? А как сделать? Уже сейчас и прозоро. Мэр обещал еще в призвыборной кампании, что все будет прозрачно. Ну, вот мое предложение было... Опишите вот этот случай. Вот есть такое понятие, как строительство в индивидуальном. Есть правила застройки. А здесь в том-то дело, что в строительстве это явно, но когда что-то закапывается в землю, те же самые коммуникации, это очень неявно. Что сейчас зароют на Сигетской? Говорят, 20 миллионов гривен. Говорят, гарантия 30 лет, но при этом, если протечет завтра, никто ни за что не будет отвечать, потому что изношено все. И сейчас будет выделяться 2 миллиарда на трамвай, 3 миллиарда на коллектор, столбы кривые, вороны слишком низко летают. Как это остановить? Ведь в городе действительно уйма проблем. Мы экономим на детском горячем питании в школах, но при этом мы себе можем такие широкие жесты позволить. Как контролировать эту систему? Вот как вы, как депутат, и как вы, как юрист, можете контролировать вот такие вещи? Ну, смотрите, как депутат, к сожалению, я вот, опять же, если брать конкретные случаи, ну, мне проще на конкретных примерах разговаривать. Если можно, в несколько словах, потому что режиссер мне говорит, что осталась буквально на нас минуточка разговаривать. Да, опять же, если и сами депутаты будут понимать о сути принимаемых решений, не допускать их, вот как со строительством этого трамвая Северюха, это всего четыре вагона, которые соединят в районе Херсонского сквера, там, и все. Это не трасса, не скоростной трамвай. Это, опять же, вот вы знаете, что город живет в отсутствии стратегии развития. У нас до сих пор не утверждена ни стратегия развития, не... Очень, если это интересные масштабы, на самом деле, об этом нужно говорить долго и много, наверное, сутки напролет, но мы давайте обратим внимание на результаты нашего голосования. Как мы видим, одесситы в подавляющем своем большинстве считают, что наши представители власти крадут более 50% бюджетных средств, выделяемых на различные работы. Это мнение народа, как бы с ним не поспоришь. То есть это мнение тех людей, которые выбирали тех людей, которые крадут. Очень интересная такая ситуация, круговая, но тем не менее, мы имеем, что имеем. И, увы, но я должен завершить этот очень интересный эфир. С вами был Игорь Хмурый. Я напомню, что у нас в гостях был Александр Ребец и у нас в гостях был Александр Орлов. Большое спасибо, что вы их нас сегодня посетили. И, дорогие телезрители, оставайтесь с нами, дальше будет только интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин